Человек, но паук, беднево мы все как бездолук. Приветствую всех и вся YouTube! Ролик про интересные факты из фильма Человек-паук 2002 года набрал нужное количество лайков и просмотров. Спасибо вам огромное! И я желаю исполнить свои обещания и поведать о интересных фактах из фильма Человек-паук 2 с Тоби Магуайром. Если наберем 1500 просмотров и 150 лайков, третья часть не заставит себя ждать. Начинаем! Драка между доктором Октавиусом и Человеком-пауком на крыше поезда была идеей Сэма Рэйми. Именно данную сцену снимали в первую очередь и как в воду глядели, потому что именно эта сцена самая очешуенная из всей трилогии. Кто не согласен, напишите в комментарии. Ну а кто согласен, ставьте лайк! На роль от Октавиуса также претендовали Эд Харрис и Крис Купер. Впоследствии Купер исполнил роль Нормана Осборна в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». В комиксах сын Джеймсона Джон позднее становится Человеком-волком. Изначально была идея сделать из него Венома в третьей части. В комиксах именно Джеймсон привез инопланетного симбиота на Землю, да и в мульте 90-х так было, но позже от идеи отказались. А было бы интересно на это посмотреть. Участие Тоби Магуайра было под очень большим вопросом. Актеры замучили хронические боли в спине после съемок в фильме «Фаворит». Роль Человека-паука почти получил Джейк Джилленхол. Кстати, парень Кирстен Данст в то время. Но Тоби нашел в себе силы принять участие в съемках. Кстати, за эту роль он получил самый большой в своей жизни чек на то время. Сумма действительно внушительная. 17 миллионов зеленых. Дэнни Эльфман, написавший музыку к фильму, серьезно поругался с режиссером. После завершения съемок он заявил, что больше никогда не будет работать с Эмом Рэйми. И правда, в третьей части Эльфман сдал свой пост. Но слово не сдержал и вернулся в фильме «Ос великий и ужасный». Альфред Моллина, исполнивший роль доктора Октавиуса, дал имена четырем щупальцам. Ларри, Гарри, Фло и Мо. Но зачем это? Сцена, в которой Питер Паркер бежит по улице, расстегивая рубашку, под которой скрыт костюм Человека-паука, ссылка на Супермена 1978 года. Каратель появляется в камео в сцене, где Мэри Джейн бежит через улицу в свадебном платье в концовке фильма. Карателя сыграл Том МакКомас, дублер Томаса Джейна из фильма «Каратель» 2004 года. Для фильма рассматривались следующие названия «Человека-паука больше нет», «Человек-паук живой» и «Человек-паук разоблачение». В первом заявлении о подготовке к съемках сиквела упоминалось название «Удивительный Человек-паук». Съемки второй части начались до официального утверждения сценария. Да, и такое бывает. В сцене, когда Питер роняет учебники на площадке колледжа и наклоняется, чтобы поднять их, он получает с черной сумкой по лицу от проходящего мимо студента. Студент, который нес сумку, сам Сэм Рэйми. А на этом факты из второго фильма про паучка подошли к концу. Понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал. Для тебя это не сложно, а мне приятно. Смотри мои предыдущие ролики про Человека-паука и сорви голову. Также делись видосом с друзьями. На сегодня у меня все. Всем и вся пока! Субтитры сделал DimaTorzok